Какие книги вам нравились, когда вы были молодым? В третьем классе я прочитал «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна. Тогда я был в третьем или четвертом классе. Наверное, это была одна из первых книг, которые потрясли меня. Автор придумал невероятных созданий. В мире нет таких существ. Он создал гигантского осьминога, который мог утащить в воду человека или даже корабль. Это настолько поразило мое воображение, что мне захотелось отправиться в море и увидеть гигантских осьминогов и другие чудеса подводного мира. Наверное, полгода я думал только об этих осьминогах. Это была первая книга, которая полностью овладела моими мыслями. Следующей такой книгой было «Путешествие Гулливера». Мне захотелось оказаться в Лилипутии и покомандовать там, потому что когда тебе 7-8 лет, то ты настоящий лилипут в этом мире, и все выше тебя, и все думают, что они взрослые. Я мог мыслить, как они, я мог чувствовать, как они, но они все равно считали меня маленьким. Поэтому я хотел уплыть в Лилипутию и встретить настоящих лилипутов и немного ими покомандовать, как взрослые командовали мной. Вот что сделала эта книга. Все эти книги о море очень увлекали меня, но Робинзон Крузо просто ошламил. Мне захотелось куда-нибудь уехать. В девятом классе мы с друзьями решили отправиться на Таити. Нас было трое или четверо. Мы хотели построить судно и уплыть туда. Мы изучали морские течения, сезонные навигации и все такое. Раньше было много английских фильмов, в которых дети сбегали из дома, тайком пробирались на корабль и уходили в море. Зайцами. Попасть с зайцем на корабль. Такие истории поражали воображение настолько сильно, что мы все время пели «Если ты сбежал из дома, ты должен уйти в море». К счастью, мы так никуда и не сбежали. Были в шаге от этого, но не сбежали. После Робинзона Крузо мне очень понравилась еще одна книга о приключениях на необитаемом острове. Как она называлась? Как там? Крайтон Великолепный. Действие происходит в викторианскую эпоху. Знатная семья потерпела кораблекрушение и попала на необитаемый остров. Внезапно вся их жизнь перевернулась. Английские аристократы не смогли бы выжить на острове. Они ничего не умели делать, не знали даже, как зажечь спичку. Постепенно этот Крайтон, дворецкий, превращается в лидера на острове. А его хозяин, граф, в пасмешище. Дворецкий хочет взять в жены одну из его дочерей. Да, потому что они провели на острове много времени. Классовый строй перевернулся, человек из низов стал главным, а представитель высшего слоя опустился вниз, потому что условия изменились. Наконец, после нескольких лет, на горизонте появляется корабль. И они не знают, что делать, потому что дворецкий стал лидером. С прибытием корабля все может стать по-прежнему. Но Крайтон сказал, это естественный закон общества. Здесь один порядок, там другой. Если вернуться в Англию, все станет как раньше. И он подал дномовый сигнал. Корабль спас выживших и отвез их в Англию, где Крайтон снова стал дворецким. Граф чувствовал себя неловко, потому что на острове он был ни на что негодным посмешищем. А теперь вдруг снова стал главным. И эти аристократы начали придумывать свои истории о том, как они выживали на острове, выставляя себя героями, на что дворецкий отвечал только «Да, сэр». Крайтон великолепный снова стал слугой в их доме. В старших классах я прочитал книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. Читали ее? За месяц я прочитал ее 23 раза. Она меня сильно зацепила. Также я много раз перечитывал книгу «Иллюзии». Книга Халили Джабрана «Пророк» произвела на меня неизгладимое впечатление. Еще большее впечатление было от книги Мирдада Михаила Найми. Это было прекрасно. Все эти книги я прочитал в возрасте от 20 до 24 лет. И все это копилось во мне. «Моби Дик» мне тоже очень понравился. Это та книга, которая до сих пор так или иначе управляет моим умом. Книга про кита и снова море. И Толстой, конечно, сильно меня впечатлил. Достоевский и Толстой оказали на меня огромное влияние. Вы читали «Войну и мир»? Да, конечно. Я прочитал почти всего Толстого. Тогда продавалось много книг русских писателей. Стоили они по 2-3 рупии. Я накупил целую библиотеку книг русской литературы и прочитал их все. Каким образом литература расширяет рамки нашей жизни? Она не расширяет. Просто, если автор очень проницателен, чтобы прожить жизнь других людей, вам потребуется тысячи лет. Но за те 2 дня, когда вы прочитываете 500-страничную книгу, в которой подробно описывается чья-то жизнь, вы фактически проживаете эту жизнь, не проходя через нее. Ну и острый из пятинок. Все это видно. Какого времени придает жить? Субтитры создавал DimaTorzok